Девушки отдыхают... Может, всё, сука, испортит. Потому что здесь заявлено самое главное. Это ребаланс оружия. Как они написали, шокером добавят время перезарядки. И, блядь, за счёт этого, типа, там будет побольше зарядов. То есть он сможет меня пукать, блядь, очень часто. Но эти пуки будут маленькие. И чтобы набрать самый большой охуенный пук. И ёбнуть в братушку с расстояния 500 метров, там, 700... 70 тысяч дамага, к примеру, да, на хаечи. Ему придётся, блядь, очень долго тужиться, ребята. И вот давайте узнаем, сука. Сколько же придётся тужиться этому, сука, шактрейну. А ещё в Дискорде у нас присутствуют ребята, которые, возможно, будут меня не перебивать. И если что-то, где-то что-то чем-то помогут. Это Том Стэнли. И, эээ... Здравствуйте. Здравствуйте. И, эээ, суровый Алексей из города Омск. Учеб... Да, да, всем привет, ребят. Учебка мракобесы. Те самые корсаки, которые делали пранк-кату. Пу, блядь, эту какую. Нашумели мы там. Да, нашумели. Нашумели, да. Привет, ребята, привет. Давайте, ребята, посмотрим, что же у нас тут за роботы новые, блядь. Там же как бы было написано уже, но мы вот тут как бы и видим, да, что это Меркурий. Ну, Хеллбурнер, блядь, уже приелся. Давайте, Хелл... Фу, блядь. Меркурий. Ну, может, и Мерцарий. В общем, до пизды, блядь. Ну, такой охуенный робот. Давайте мы его прикупим. Чё-то долго он прикупается. Всем приветосики, ребятосики. Кто новенький там зашёл, привет. У кого нет возможности, ребята, зайти на тест-сервер, то... Всем приветосики, ребятосики. Да, всё правильно. У меня нормально звучит голос. Не писклявый, не пидорастический, и всё прекрасно. Всё нормально. Братуха всё... В ажуре всё. Такой, блядь, сука, огромный робот. Ку, бля, ребята, ку. Давайте откроем ещё одного робота. Кто там есть? Где это, блядь? О, Пурсия, блядь. Пурсайр. Пурсия, Пурса, Пурсю. Ноль голды стоит. Как-то странно, блядь. Ну, это... Просто жопа. Это, блядь, бегучая курица, сука. Пиздец. Это стрёмный робот, вообще. Если его введут на боевой сервер, братуха удалит его, робот к хуям. На моём ланселоте его просто будет не догнать. Хе-хе-хе. Ребята, кто-нибудь из вас знает, что вообще там сделали какой-либо баланс? Как именно переделали и что именно переделали? Кто-нибудь в курсе? По порядочку. Ну, в курсе только, что коржам добавлю. Ух, сколько. И шоком немножко вот этот. Коржа? Ну, незасимый. Чисто, так сказать. Ну, в курсе только, что коржам добавлю. Ну, это время перезарядочки. Прямо так и написали, что от пяти добавили и увеличили до семи секунд, чтобы любой робот тяжёлый, ну, в основном акцент делает на тяжёлый робот, так как он медленно ходит, чтобы он успел щебануться куда-нибудь до стеночку. Пока по нему его не захнули. Мега ноги борются. Да ну. Суровый. С пяти секунд подняли зарядку до семи. Это хуйня. Да, две секунды добавили. Я тоже в шоке был. Я и сам сказала, что это успеет только развернуться тяжёлый робот, не то что спрятаться. Вы чё, это серьёзно называется фиксом? Ну, вот написано в статье, в этот раз мы увеличили максимальное количество зарядов шок-трейнов с пяти до семи, но уменьшили урон за каждый заряд. Это, то есть, пять. Было пять зарядов шоков, да? Мелких. Зарядов. Зарядов. Ээээ, максимальный урон не изменился. То есть, побольше надо, что ли, стрелять мелкими зарядами? Ну, блять, написано, боезапас до пяти зарядов. А, ну вот, и чтобы нанести максимальный урон, теперь придётся подождать на пару секунд дольше, пока все заряды не накопятся. Ёбнуться, блять. То есть, теперь будут просто не достреливать люди. По правичке, они же привыкли столько-то секунд работать, уже автоматизм присутствует, когда люди играли месяцами, этими шоками. Угу. Ну, мне кажется, ребят, две секунды, это ни о чём, это как слону дробина, блять. Это как поссать, сука, в мороз, и, блять, не знаю, и питьку не обморозить. Ну, эти пару секунд будут решительны, так сказать, у кого шоки. Как-никак, можно ответочку тоже хорошую дать, если недалеко уже стоять. Можется, народ, который играл на этих трейнах, они как играли, так и будут играть. Только маленько будут сначала подтупить, маленочка, а потом уже придрочиться, и опять начнут продолжать свои влюбления. Так что, это фигня. Да ну нафиг, как понять, подтупят? Пять секунд и семь секунд, это разве тупить будут? Тупить, маленько две секунды затупят. У геймеров, тех же же КС-ников, доля миллиметра движения мышкой значительно, они привыкают сразу, у них рефлекс уже идёт, автоматизм в руке, а также в игре. Кто постоянно на этих шоках бегал-прыгал, они почувствуют разницу. Не, ребят, мне кажется, ребят, при всём уважении к вам, но вы что-то путаете, потому что я дрочил лет 10, блять, и как-то, не знаю, каждый раз как новый. А где новый робот Спектра? Я что-то, блять, Спектра не вижу. Ну, я понял. Его уже, как трофей, впервые видят и хотят первого убить. Так сказать, я уже испытала прочность этого мелкого одёныша. Я по... На Арканах. Понятно. А как вы относитесь к пушкам Айон и Баллиста? Нет, что-то мне не зашли. Как, блять? Пришельки эти вообще для меня такие непонятные. Какая-то странная у тебя, это, философия. Не зашли. Как будто что-то в жопу тебя там засовывают. Не зашли. Как понять, не понравились. Это просто трибучеты, блять, но они сделаны на средний слот и, блять, на средний слот и лёгкий. Ну, у них урон. Во-первых, у них урон же маленочка поменьше, чем на трибучете. Ну да, но зато тебе не надо, например, копить на фуру. Зато ты мобильный, прилепил на Дрифина и поскакал. А находит у нас в Вейна Наташи, пока допрёшься, тебя уже там запилят за несколько раз. Ну, мне кажется, что, блять, пушки такие должны быть, но это будет жопа. У меня там жена в соседней комнате Таня успокаивает. О, господи, молятся, чтобы Таня не плакала. А она лежит и хнычит. Жрать хочу или что там, обосралась. Аня, может, она нагадила в штаны? А, всё, понял, молчу. Жена говорит, вот что у меня... Ну, короче, тоже на панике, надо быстро стрим проворачивать и уйти. Давайте, ребята, посмотрим... Ага, отключим музыку, никнейм менять не будем, но его нахер. И, короче, ребята, сделаем так. Назад. Сделаем вот этого парня, посмотрим на 3D формате. Чё-то, мне кажется, у него пушка должна перевешивать робота, блять. Не, вроде нормально так. Но пушка, сука, в натуре полробота, блять. Как он с этой пушкой прыгать-то будет? Привет, ребята, привет! Ещё мне сказали, что тут можно, типа, улучшать всё, блять. Но, чтобы улучшить, надо 7 миллионов купить. А, блять, жопа. Или просто... Да ну, нахуй, я улучшать тут всё это буду. Да ну, я не буду это всё улучшать. Это бред. Так, с улучшением я всё понял. А новых роботов нет, пушки всё старое, блять. Шок-трейны. Всё, идём, ребята, проверять шок-трейны. Быстренько. Ничего, чат не читаю, потому что, походу, надо будет съёбывать мне сейчас стрим заканчивать и к жимке бежать. В общем, а тебе, получается, суровую ссылку не дали. Попробуй ещё раз заявочку послать. Только напиши уже, что ты в неделю играешь не 200 боёв, а 500. Так я им так и написал, я уже за две недели тысячу сделал. 100%, потому что уже сегодня Редемер заберу. Ага, понятно. Сейчас мы, ребята, с вами идём вперёд. Быстренько пуляем. Блять, а я, представляете, не могу пульнуть, если нет цели. А басрацей не жить. Привет всем. Привет, ребята, привет. Я играю на Т-сервере. Владимир Цапсковский. Мы просто рады за тебя, прикинь. В общем, придётся с этим ёбаным окном идти, блять, вперёд, вперёд, вперёд. И очень долго идти, пока мы не увидим одного человека. 700 метров, 600 метров, 500, 500. И выходит у нас человек на позицию. И куда-то он пропал, блять. Огонь. Ну хоть, блять, ну хоть пульнуть-то дай. А, там все невидимые, короче, я так понял. В инвизии находятся. Ну давай хоть в кого-нибудь плюхни, блять. Ну чё ты не плюхаешь? О, сука, плюхнул. Крути чайником, тупое животное. Ну что? Пять секунд, ребят! Вы чё издеваетесь? Пять секунд? На нахуй! А, мимо. Беда. Вот раз. А где кнопки перезарядки нету? Ну это цифры, цифры нет перезарядки. Странно, блять. Хорошо. Пять секунд и семь секунд. Надо было делать семнадцать секунд. Вот это было бы заебись. Бам! Оба-на! Восьмой левел. Пол фуры, как не бывало. Так, у нас кумихоху бежит. Еблан, блять. Если бы он знал, сука, что его ждёт. Бам, блять! Пол кумихо нету. Короче, по три секунды между зарядом. А зарядом сделали раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Понятненько. Бинч! Вот сейчас будем считать, ребят. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не, ребят, мне кажется, секунд десять надо, блять, целиться. Не, вот я сейчас посчитал. Ну, блять, прибежал утырок какой-то, сука, и всё, мне всю игру нарушил. Еббище. И трахнул меня. Вот эти цыплята, короче, блять, нахуя этих роботов вводят в игру? Вы видели, да, как он бежит? Да, мне говорят, бери паука, бери паука на гейдрах, у него щит. Ну, когда щит, он никуда не убежит, да? Вообще никуда не убежит, я вот только что сейчас сдул. Вот, смотри, вот, смотри, вот как он так бегает, вот посмотрите, ну это вообще что-то, это правда, это какая-то курица. Я и говорю, окорочка, я вот такие каждую неделю в магните покупаю. Цыплёнок пережарен. Вот сегодня купил полтора килограмма такого цыплёнка, блять, я купил. Он, сука, ещё трепыхался, я его на кассе, сука, кассовым аппаратом, кассовым аппаратом, сука, бил его, блять, а он трепыхался, не хотел кипикать. А вот смотрите, вот что это доказывает, что у пиксоников уже заканчиваются просто идеи, какие роботы должны и каких роботов вводить, но вот это тот же самый гипарк, только модернизировать. Ну да. Вот, если они хотят удивить людей, ну пускай они удивляют, ну сделайте Наташку, чтобы вы пошли, как принял в Инвизе на Наташку. Вы просто представьте вот эти три дробаша в МК-12 и с этой гиперскоростью и в Инвизе. Да ты смотри, какой бегает, ну я просто вонзу с ним и вонзу с ним, блядь, какой бегает, вот этот, ой, мама дорогая. Да, надо ещё аккуратно бегать, блять, этой курице, так её быстро чпохнут. Ну это карта, ребят, я монтал, и как вы видите, пиздец всем. Да, есть где побегать, так сказать, поле большое. Да, ты представь, что у него армонисты как-то поющие, вот это будет тоже интересно, они же лёгкие с лоджи идут. О, за нас играет Путин! Для таких быстрых роботов нужно что-то, как дробовики, чтобы не прицеливаться точно. Да. При быстром включении тяжело прицеливаться. Ну ты представь, ты на армонисте бегаешь, такой, бежишь, бежишь, бабах, одна, бежишь, бабах, друг, туда, тебе вот собрались, пишешь, куда-нибудь, так, включаешь режим, и поскакал, поскакал, пора туда-сюда, туда-сюда, вот просто вот это задрочить. Это то же самое, Том, как ты на гидрах стоишь и дрочишь весь народ. Ну вот, и гидры у меня самонародящиеся, мне не нужно прицеливать на этих треках, только подождать, пока сведёт, и всё. Как тебе редеймер? Как тебе редеймер? Я вот просто заберу его сегодня, мне просто интересно. На ланселота зайдёт редеймер? Ну, на ланселота, я думаю, не зайдёт, потому что ракетное оружие твоего ланселота трахать будет. Он неповоротливый, и пока ты выйдешь из-за угла со своим редеймером, блядь, ты уже получишь пиздыну. Я думаю, лучше на коржа два ставить. Да, на коржа, блядь. Именно вот выбежал, нахуй, со своей гиперскоростью, блядь, и начал, сука, расстреливать. А на ланселота только кастрюля. Я даже огниво снял, потому что огнём нельзя поймать кого-то в цель. Надо выбирать, или чтобы тебя или тараны ебошили, или огонь. В общем, одно из двух, если цель подвижная. А это вообще, блядь, жесть. Надо... Ну, и опять же, один суровый. Один редеймер, это ни о чём. Надо их два или три. Или на фуле, или на корже, понимаешь? Ну, значит, значит, короче, стоит пройти и просто выкинуть. Нет, нет, почему? Его можно качнуть, испробовать, как бы, но выкидывать никак эту пушку нельзя, потому что она, блядь, тяжёлый лазер. Она, блядь, сука, просто тяжёлый магнум, тяжёлый таран. Она действительно в совокупности три пушки будет разбирать в МК-12, там, не знаю, может, тысяч двести, блядь, за пять секунд. Ёпсель. Что-нибудь остановите, фикс. Как остановите, он так? Широткая, пока дойдёт с этими пушками, как её снесут. Да-да. Нет, ну, хуй знает. Там ещё... Надо ждать нового робота на трёх тяжёлых латах. Побыстрее и похудее. Да-да-да. Вот, ребята, что мы тестим, ребята, спрашивают у нас. Тестим мы вот такой ангар. Всё, что я, как бы, собрал, это фура на редеймерах. Вот, будет карта такая, вот, как бы, там, более-менее неоткрытая, то мы её возьмём. Гриффин на вортексах, афидах. И это всё, к сожалению, восьмого левела. Я бы вам показал бы, сколько там по два-три миллиона набить можно, если это всё фул МК-2 и так далее. Фьюджин на шоках. Кстати, шоки я таки посчитал, вроде, 10 секунд, сука. Так что... Пурсе на гастах и Меркурий на редеймере магнумах. Ну, это мы сейчас проверим. Засекём время, блядь, и проверим. Там ещё 2 секунды ушло на сведение цели. Бума Рэкетт говорит, суровый, сука, вы в дискорд-то, клановый, потом зайдите, говорит. Хорошо, блядь, хорошо, зайдём. Обязательно зайдём, поедаем. Да, видел Андрея, сроки передать. Спасибо тебе тоже привет. А шоки... Мы попали сегодня с Володей в один спин, не знаю, просто сидели полтора часа по душам, разговаривали, как-то попасть. Да. А шоки, ребята, пофиксили, только, блядь, добавив им пару секунд, я так понял. А пару секунд это просто, ну, ни о чём. Это, блядь, даже не успеешь ширинку открыть, хуй достать. Прямо в штаны обмочишься, пиздец. Блядь, и Монтау, ёбаный в рот. Кстати, там было заявлено, что они изменили Царь Горы, и теперь маяки, блядь, находятся в разных местах, блядь, типа того. Но это мне вообще, ребят, не хочется тестить. Если бы мне, например, заплатили бы, там, миллиард серебра, я бы начал бы про эти маяки вам рассказывать. Но в данном случае, блядь, что хочу, то врачу, и про эти маяки, нахуй, узнавайте в другом месте. У каких-нибудь там пидорасов и других там игроков. Ну, не знаю, хороших там, добрых, в общем. Ну, я могу, Володь, сказать вот так. Сейчас кто-то люди ивент проходят, если нужны победы, те бегут именно не в три режима случайных, а идут именно в Царь Горы, потому что там сложилось такое народное мнение, что, во-первых, там соперники попроще, и в основном там, ну, быстро победим. Очень, смотрите, я понял. Очень медленно, ребята, перезаряжается пушка. Ёбаная пиздушка. А сколько она бьёт? 350 метров? О, чёрт, это я лоханулся, блядь. Думал, 550 ебошит. Или 500. Так вот, фуру разберут. Лучше на каждое оставить такое. Две. Ну, да, смотри-ка, слушай. 350. Скорость ебошит компенсирует эту пушку. Да, 350 это ни о чём, Редеймер. Да-да, согласен. Я думал, 500 она, блядь. Слушай, а какая же пушка была, 500? Или 600? Эмбер? Нет, не Эмбер. Редеймер. Что-то ещё было такое? Дробашина 500. Дробашина 500? Не, я пока чё-то куда-то дойду, мне уже точно пизда будет. Да, что-то реально твое дело, смотрите, делают. Пока шёл, дошёл, уже почти сейчас упадёт. Оп, ещё минус. Ну, давайте, вот смотрите, сейчас я включаю зрителей. Драгун, 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 подсказывает здесь. Да-да, драгун, драгун, ребята, да, 600. Я перепутал, да, их хвуснем. 500. Да. 600 драгун. Драгун, ребят, драгун. Смотрите, время 22.39. 41. Да, видите, справа время, да? Сейчас найдём какое-нибудь тело ебанутое и плюхнем. И сразу начинаем направо смотреть. Ну что, просто любое тело находим и плюхаем, я так понимаю, да? Ну, где хоть какое-то тело? Ау. Вот это тело. Плюхаем. Да, лучше камникадзе. Блядь, сука. Чё-то не плюхает она. Блядь. Ну, короче, ну, сука. Ну, короче, блядь. Кто-нибудь может просто посчитать после того, как я выстрелил? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Блядь, да десять секунд, ребят. Каких там семь? О каких семи секундах речь идёт? Вот, вот, вот игра, ребят. Вот игра. Одни шокеры. Бам-бам-бам-бам. Прям лазерная шокер. И в этом разве красота? В этом разве игра? Да отстой, блядь. Всё, пиздал, Ансу. С этими шок-трейнами уже интерес пропадает, потому что люди, когда видят в обзводе, только плюха прилетела, и все побежали прятаться куда-то. Да, или просто выходят, я уже заметил. Ну, скидываться. Да, мне один парень даже написал. Братух, извини меня, пожалуйста, я бой покинул, потому что против меня были ружки. А ружки бегают на шок-трейнах. Я говорю, да ничего страшного, пацан. Я бы сам съебал, так они потом меня заебут. Братуха, трус, братуха, трус. А, ну да, десять секунд, так как шоки в стандарте восемь перезаряжаются. Вот и всё. А то, блядь, пять, семь. А, кстати, вот так прикольно выглядит паучок. Что? Без одной пушки сверху паучок прикольно выглядит. Да, зайка. Как этот, рейджинг. Не до рейджинг. Да, не до рейджинг. Согласен. Может, пускай она поголожопит? Хорошо. Сейчас, ребята, этот бой заигрываю и иду менять жену насчёт ребёнка. Вот именно вот тот самый минус, когда я не могу, как говорится, вдоволь постримить, вдоволь поиграть. Беда. Но самое главное, что мы поняли, царь горы, блядь, не изменился, надо бегать по маякам, маяки только изменились, вот и всё. Но это всё на боевом сервере надо смотреть, а не здесь, блядь. Да, на боевом сервере никто даже за маяками не бегает. Можно всех отстрелять. Да. И семьёна позволяет. Ну и новые роботы, они как бы так же и остались. Не знаю, там что там у них понерфили, хуй его знает. Ну что-то понерфили. В общем, этот тест, ребята, так, ни о чём. Я-то думал, пофиксили, хуй в нос. Ничего не пофиксили. Если бы они добавили 10 секунд к шокерам, то этот тест был бы самый счастливый тест. Самый... Они написали, видите, они написали, что понерфили. Они сейчас будут ждать. Люди же будут писать им отчётом, отзывы отправлять будете, составлять формы. И скажут, а чё вы там пофиксили? Да вы там не пофиксили, ребята. Чё за бред? Да ничего, давайте. Да, ещё давайте фиксить. Они почитают, потом скажут, да, ребята, иди вы нафиг, почему не будем фиксить? На самом деле, там же в статье, если перевести английскую статью на warobots.net, там же по-русски написано, мы не можем ёбнуть шокеры максимально понерфить, типа ёбнуть их в минимум, потому что те люди, которые задонатили нам бабло, нам придётся перед ними, типа, как-то отвечать и что-то возвращать. Мы не знаем, что делать с теми людьми, которые задонатили бабло на шокеры. То есть поднимется буча. Типа, эй, вы, блядь, кидаласы, отдайте бабло, блядь, мы шокеры купили, блядь, а вы сделали им 50 секунд с перезарядки, вэх, хуели, начнётся такая хуйня. Не совершенно прав, болотуха, начнётся просто, как сказать, великий плащ. Ебать, такая спорность, что я даже не успеваю прицелиться, блядь. Да-да, великий плащ. Но это донатеров, их меньшинство. Притом, большинство из меньшинства донатят барыгам. Мы ещё какой-то кружочек добавили, или это, да. Ну, типа того, чтобы знать, да. А вот, парень, смотри, шокеры-то не работают в этом режиме, смотрите. Нихуя я всё мимо ебошу. Ну, смотри, а как он делит, да? Ай-яй-яй. Не, это охуенный робот. Это просто мне нравится этот робот. Поделался что-то. Ну да, чуть-чуть, знаешь, его скорость охуенная, она идёт в минус. Потому что сенсорный экран, и ты, блядь, путаешься этими пальцами. Вот смотрите, сейчас парнишка к нам подходит вплотную, сто метров. Самое, что мы можем сделать, это просто вот так вот взять, включить этого робота. И всё, его плазменное оружие просто идёт нахуй. Хе-хе-хе-хе-хе. Всё, лядя. Свободен, сука. И опять прячемся в свою нору, блядь. Вуаля! Суровый. Это к тому же они восьмого, мать его, левела. Я когда-то попался налево с гастами. Уже почувствовал ей, сказать, силу. Угу. Ну а вот этот робот тоже прикольный, но он... Топтун этот? Мне кажется, не зайдёт. Это Меркурий. Топтун, да. Топтышка. И бабахи, да. Было бы прикольно, если бы он прыгал и срал бы бабахами. То есть он прыгает, ты нажимаешь кнопку, и бабаха такая из-под жопы у него. Вау! Бабам! Привет, Димит! Привет, хреновый маляр! Привет всем, ребята! С вами братуха, и он сейчас доигрывает этот тест-сервер и съёбывает нянчить свою маленькую малолетку-спиногрызку. Зовут её Танюшка. Аня, я нужен? Да. Слышали? Да. Ну а просто я слышу, Таня замолчала, может я могу поиграть дальше. Это Аня говорит, хуй в нос, беги ко мне. Я сказал, сюда иди, да? Вот смотрите, сейчас Топтышка будет делать вещь. Он будет топтыжить. Но если мы попадём... Блядь! Володя, тебе тут предложили это... Аня стрим ведёт, а ты иди, где? Аня, иди стрим, поведи, я Таню потаскаю. Аня говорит, отстань. Уже смягчилась такая. Отстань. Ребят, Ань, тут 170 человек. Извините, ребят. Извините, ребят, ничего не могу поделать. Обязательно ещё тест-сервер будет и я обязательно что-нибудь сниму видосики, может, про что-то там. Три гаста возьму. Ну хуй знает, что-то такое поснимаю. А на этом, ребята, тест-сервер заканчивается, потому что нихуя тут не понерфили. Настроение опустилось ниже плинтуса. Ах, ребалансы. Возможно, с коржем там что-то добавили, 250 процентов. Но с коржем всё-таки... Неделю по задроте так было чувствительно, я думаю, почувствовалось бы. Да. И неделю играть, задроте, так сказать, или хотя бы месяц, чувствительно играть каждый день по несколько часов. Тогда чувствительность, так сказать, повысилась и сразу было видно, что там понерфили, что не понерфили. Да. Чего добавили. Том Стэнли вообще непонятно, как можно считать, что-то понерфили, что-то не понерфили, если это, блядь, тест-сервер с нестандартными роботами, которых ты не встречаешь в боевом сервере. И тут всё восьмого левела. Как можно, блядь, понять, ты играешь на двенадцатых против МК-двенадцатых, потом приходишь на восьмых и что-то должен тут понять, блядь. Да нихуя тут не поймёшь. Всё, ребята, с вами был братуха бомбящий, Том Стэнли, молоднячок, и Алексей Суровый из Мракобесов. Всё, ребята, с вами пока. Короче, блядь. Чао-ка-хао, бомбина. Всё, побежал. Пока-сики, пока-сики.